Итак, уважаемые коллеги Сеатары Фигели, Аван Синаме, Алина Воликова и Дороги. Во-первых, спасибо всем, что нашли время отпускное для того, чтобы принести до свидания городского собрания. Информирую вас, почему проводим это в пятницу, потому что результаты стали известны в пятницу прошлой недели. Документ, проект решения был подготовлен в понедельник. Четыре дня мы выдержали в соответствии со всеми договоренностями, со всеми положениями, со всеми законами. Все было разослано вовремя, а поэтому идем с вами в поведение дня с единственным вопросом. О признании успешным предложением госпоставки и представлении разрешения на заключение договора поставки. Системка и ракора восстановившихся под ПАУ КАЭКО-Мярска-Ранда. Пожалуйста, кто за принятие в поведение дня прошел у вас. Секунду, вот. Их, эстеканьон, линна, прияты, несклады, 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 не вовремя, не вовремя, не вовремя. Пожалуйста, в горы домашнего. Как помните, тогда государство выделили опору заседана 690 тысяч, чтобы связи с вирусом, чтобы мы оживили экономику, в первые новые инвестиции, и на то, что мы заседали предчатого июня, после собрания у государства список проектов, мы провели первую поставку, это касается тогда первого проекта, это филология в карьере, проекта устройства. В прошлый раз вырос такой основательный доклад, и в курсе этого проекта, если кто-то хочет, могу еще напомнить, но результаты постпоказки были такие, как именно называемые государства, что повысились предполагаемые стояния. И наше положение было из этого, что в этом случае городское собрание дало разрешение городскому правлению как признать удавшимся это предложение и для заключения договора. В этом случае эти деньги мы выпланируем еще со счет этой дотации, что государство нам выделит поэтому 8-5 разжесения, чтобы как-то уже идти сегодня отодательством министерства, как себя удержать этот проект, и после этого мы можем заключить договор на реконструкцию. Это все. Коллеги Шевчин, я вам дам возможность задавать вопросы, напоминаю во всем, что мы ограничены реализацией этого проекта, в том числе по времени. Уже в этом году должен быть заключен договор. В результаты конкурса господставок в регистре господставок перед вами на русском и эстонском есть. Деньги получаем из государственного бюджета. Мне очень понравилось сразу отправиться решение, что городское собрание в данной ситуации исходит из предложения гору правы и считает приемлемым предложение. Но платить возможность задавать вопросы и уточнить, пожалуйста, пользуйтесь этим правом. Прошу. Пожалуйста, Валерий. Я как понял, договор будет заключен, в том случае, если нам государство деньги не получили. Деньги не получены, но и в стройке не будет. Договора не будет. Так, мы делаем все шанс поддержки. А если не будет поддержки, то не будет. Нет, поддержка теоретически есть. Да. Просто, чтобы ее получить, надо уже иметь готовый договор. И тогда деньги... А если мы договор в отставке заключаем в сфере, а потом деньги не получаем? Нет. Нет. Если предварительно одобрить список, то уже одобрить. Там должен быть не в центрах не получше. Коллеги, сразу информирую Вас о том, что список из трех проектов с министерством финансов был одобрен. То есть вот в этой ситуации сомневаться не спрыг. Но вопрос абсолютно правильный. Если в этих местах нет проекта. Все будет. Передумали это, добрались. Деньги кончились. Вторая волна. Пожалуйста, Сталик Федорович. Правильно ли я понимаю, что тогда на 35 тысяч уменьшаются средства на другие оставшиеся проекты? Да. Еще, пожалуйста, два вопроса. Да, Валерий? А насколько Валерий? Что касается совмещения договора, мы должны реализовать этот проект в этом году. Мы должны признать это предложение успешным. После этого мы должны подоставить по закону 10 дней, чтобы заключить договор. А параллельно мы должны подоставить еще решение министерства финансового суммы, чтобы у нас было покрытие. С womxium. В общем, измутрием по закону 10 дней. Они их рассматривают и их удовлетворители за справи на 1 месяц. Так что сразу встречи, когда на 10, рассматривают и попали, они их разрешены на 38 грн. Да,恭喜. Да, Владимир. Скажите, пожалуйста. Сколько евро штрафов, вы обложили на семью ОСД, да сколько фоспорта? город за не своевременный поход строковали любую тему на этом году за то, что они не катили как положено вовремя нет, я сейчас подведу в чем сколько, сколько и сколько, какая-то сумма нет, я хочу с этим сказать, что можно идти под? да, пожалуйста я понимаю, что это как бы плохо увязывается с тем, что о чем мы обсуждаем, но штрафные деньги, которые, может быть, мы будем использовать штрафные деньги ну ладно, я ничего, я в какой-то степени разделяю ваши 35 тысяч мы откуда берем? нет, нет, я не понимаю я в какой-то степени я разделяю ваше негодование но, во-первых, я не знаю, какой участок идет встреча является ли это участок, за который отвечает нам при всем любви, любви, не любви к этому учреждению к этой ферме во-вторых, давайте так говорить будем говорить, люди, которые занимаются строительством вряд ли это те люди, которые занимаются строительством совершенно разные вещи у нас нет основания на основании ей, не покоса травы в цельной части города не акцептирует предложение этой фирмы а тем более, в данном случае, речь идет о регистрии господставок и там это точно не учитывается хотя, еще раз повторяю, я могу разделять негодование в том случае, если та иная фирма не выполняет свои обязанности и доживого ваше кстати, я с вами приглашу можно еще раз повторяю а как они объясняют то, что на 37 тысяч они не укладываются в чем дело? никто не объясняет они даже не нам дают уважаемые коллеги вот представление, как будто здесь сидят, вот компания и сидит, конверты скрывают уважаемые коллеги, это представление из доисторических регионов в действительности, это электронная среда регистров господставок, где фиксируются те или иные позиции не нами а специальным органам, которые это рассматривают я говорю, при чем? я говорю, почему время имеет огромное значение в виду, может быть, не совсем связано но все-таки вот только начали ремонт дорог кто-нибудь спросил, почему? почему вдруг в августе начали? никто? за то, что спор был, простите мне, через регистр господставок в 4 месяца в 4 месяца спорили не мы, а фирмы которые, простите мне, подавали те или иные свои предложения а в результате город не смог в 4 месяца начать аспортирование зарос как бы он сильно не хотел и вот мало кто это знает и еще раз говорю, в представлении, что сидит компашка сидит, открывает конверты она не соответствует действительности, извините за комментарии да, Николай? Елена Николаевна, вы тут тоже сейчас немножко не правы в том смысле, что если в 4 месяца вообще был спор то это значит, что условия конкурса были составлены таким образом, что вы дали основания для этого спора я поясню напомню точнее по поводу променады переписка с городским управлением идет до сих пор с министерством финансов по поводу конкурса того который был первый объявлен в мае а потом перенесен второй в июне там были нарушения за нарушениями Курправа сделала потому что условия конкурса были изменены и продлинули на 13 дней а на 5, как положено по закону в результате фирма подала жалобу в Мельфинге в результате потом тянули вы поняли не о сути, а о возможности селегой фирма опозитовывать Гелена Николаевна, условия конкурса городским управлением должны делаться безупречно я с вами согласна, Олег Судович поверьте мне, что наверняка это делают люди это вам так кажется это вам так кажется это вообще слова ли конкретно вы знаете где плохо было составлено конкретный проект Променад, я же принял пример Променад, мы обсуждаем совсем другое я понимаю чтобы мы не обсуждали в этом случае в этом случае спора нет как пример есть возможность оспаривать Олег Судович я не говорю в данном случае мы с вами имеем предложение в данном случае у нас идет речь о предложениях есть предложение минимальное но даже минимальное превышает предварительную стоимость которую предполагалось вообще получить если превышает без разрешения городского собрания заключать договор нельзя вот для этого мы с вами и собрались еще у меня вопрос такой ну приблизительно цены на рынке на вкладку ремонта асфальта и так далее они все известны почему возникает такая разница большая 180 и 250 потому что мы экономим занижаем а а нет нет да да откуда вот из каких статей будут взяты 690 тысяч те которые государство инфекции поскольку и денежные денежные финансовые потоки невелико их стоимость невелика даже в этом случае вот полностью стоимость составляет простите давайте мы с вами вместе еще раз посмотрим и так 250 1167 около 8 8 месяц и вот за вот эту сумму за все полностью можно реализовать этот проект есть другие проекты в том списке я вам напоминаю как то бульвар вирус который в любом случае мы не сможем освоить без дополнительных городских нелан потому что за оставшиеся 690 минус 250 и еще минус там у нас напоминаю была фирменская гимназия за эти деньги мы сможем сделать такую-то часть но без своих денег то есть мы сначала это говорили никто не скрывал как я вам тебе напоминаю если кто-то сомневается у нас есть возможность еще раз посмотреть посмотреть пожалуйста документов за 30 июня там есть таблица где написано было стоимость ответа государственная часть и городская часть я предлагаю всем посмотреть кто-то с вами такая возможность у всех и была и уверена есть даже в электронной почте у всех осталось так что коллеги пожалуйста еще вопросы задавайте если вопросов нет тогда уважаемые вставлены на голосование проект решения исходя из результативной части которого городское собрание предлагается разрешить селомянскому городскому управлению признать успешным предложение по его товарищу МНВ подвод подставки реализации проекта дорог и благоустройства улиц Гагарина и геологически стоимость 250,667,88 евро в том числе налог в обороте заключить фирмы МНВ договор подставки если министерство финансов будет принято решение о показании проекту финансовой поддержки это то о чем как раз говорил и так уважаемые я озвучила кто за подобное принятие проекта решения прошу голоса Уважаемые коллеги решение принято мне коллеги очень желательно стран заставили в данной ситуации против но все таки заседание закончено себе планируйте как мы и говорили очередной 27 августа 27 себе напоминаю что у нас в ближайшее время будет еще обсуждение нашей программы развития принять предложение если я не ошибаюсь следующие недели потом 19 обсуждение это на всякий случай для напоминания можно вопрос в качестве свободного микрофона да скажи пожалуйста чем закончилась эпохея сохранения а давай пока нет мы можем сказать что все будут и срок конструкции от этого не страдают и мы обращались и мистерство культуры и правительство чтобы они не были для покрытия этих расходов поскольку я считаю что это не обязанность местного самоуправления ответом ответом какой умереть идет 92 92 всего которых порядка 40 город заплатил для этого резервный фонд выхода не было какая положительная судьба не оставили они заберут для дальнейшей последовательной по крайней мере здесь захоронены судьбы а можно получить сюда частичка да мы начинаем и коллеги я предлагаю покопать я думаю коллеги у нас еще есть около центра культуры там будет еще твой любимый канал наверное спрашивает его они сейчас работают на день а